Очередное происшествие, которое может случиться только в Беларуси. Члена стачкома «Беларуськалия» задержали за то, что он в преддверии 8 марта дарил женщинам цветы. Инцидент произошёл вчера в Солигорском парке четырёх стихий. Бастующий шахтёр Александр Новик вышел на прогулку, чтобы поздравить местных жительниц с Международным женским днём, когда на его пути встретились силовики. Очевидно, такую акцию они по традиции расценили как несанкционированную и решили действовать по старой схеме – вязать так называемого нарушителя. Стоит отметить, что с сентября прошлого года Новик уже провёл заключение в совокупности более 20 суток. Его судили за поддержку товарищей постачки, которых в настоящее время на Беларуськалии насчитывается почти полторы сотни человек. В Жлобине продолжается невероятное расследование по уголовному делу на другательство над государственным флагом. Неделю назад в городе появился красно-зелёный флаг с оскорбляющей расшифровкой ВНС. В связи с чем, милиция устроила обыски и допросы местных жителей. Под подозрение так называемых правоохранительных органов попал даже 9-летний мальчик. По словам его бабушки, они умудрились устроить ему допрос по телефону. Ребёнок очень испугался, поменялся в лице и побледнел. Женщина таким поведением милиции возмутилась, выхватила трубку и начала кричать, мол, по какому праву те называют ребёнка преступником. На этом власти не успокоились и на следующий день к родителям журналистки местной редакции сильные новости пришли с обыском. Соседи быть понятыми отказались и на помощь силовикам вызвались представители местной цыганской диаспоры, которые даже не умеют читать, но это не помешало им оставить свои подписи в протоколах, понятия не имея, что там написано. Интересно, что когда силовики открыли сарай с козами и те не давали правоохранителям попасть внутрь помещения, то они начали угрожать, дескать, запрыскают животным глаза с изоточивым газом. Что ж, даже рогатый скот понимает, с кем имеет дело. На литовской таможне задержана крупная партия контрабандных сигарет. Незаконный груз на сумму в более миллиона евро был спрятан в фуре среди досок. Таможников привлёк странный маршрут белорусского дальнобойщика транзитом через Литву в Эстонию, а также сам вид декларируемого товара, который часто используется для прикрытия контрабанды. Сотрудники погранслужбы отправили машину на рентген и обнаружили в фуре более 300 тысяч пачек сигарет. Стоит отметить, что за последние недели это уже вторая настолько крупная партия контрабанды. Первую в конце февраля нашли польские таможенники. Стоимость нелегального груза составила не менее 7 миллионов долларов. Примечательно, что в обоих случаях контрабандные сигареты произведены на Гродненской фабрике Ньоман. Монополия на продажу сигарет этого предприятия не так давно перешла к сыну одного из кошельков Лукашенко Алексея Олексина. Очевидно, такая рокировка от отца к сыну была сделана лишь для того, чтобы Олексин-старший не попал под европейские санкции из-за спонсирования нелегитимного правителя. Впрочем, суть преступной схемы от этого не поменялась. Огромные партии дешёвых белорусских сигарет продолжают нагло или целенаправленно гнать в Европу. Очевидно, у тех, кто занимается этим бизнесом, есть очень хорошая крыша на белорусской стороне. Пол недели лидер Гродненского андеграуда Игорь Банцер держит сухую голодовку в местном СИЗО. Мужчину задержали ещё в октябре прошлого года за то, что он снял штаны перед силовиками. Все эти месяцы на него оказывалось давление, его содержали в одиночной камере и помещали в карцер. Кроме того, силовики не предоставляли родственникам никакой информации о задержанном. Банцера даже проверяли в новинках, где его признали полностью вменяемым. В СИЗО он потребовал встречи с нотариусом, чтобы написать завещание. На суде, который начался в начале марта, Игорь объявил о голодовке, отказался от адвоката и потребовал вести процесс на родном языке. Последнее требование было отклонено. Своё дело Банцер считает политически мотивированным. Отметим, что сухой называется голодовка, при которой человек не потребляет никаких питательных веществ, в том числе и воду. В таких условиях человек может продержаться не больше недели. Спортсменом можешь ты не быть, но человеком быть обязан. Такого девиза придерживается белорусская толкательница ядра, чемпионка мира, призёр Олимпийских игр Надежда Остапчук. На днях спортсменка выставила на аукцион свою золотую медаль, полученную ровно 16 лет назад на чемпионате Европы в Мадриде. По словам Надежды, все вырученные средства от аукциона пойдут в фонд спортивной солидарности для ребят, которые не испугались угроз со стороны нелегитимной власти, не оставались в стороне в тяжелое для нашей страны время и не прикрывались различными оправданиями в стиле «ну вы же всё понимаете». Медаль выставлена на аукционе eBay. Торги начались с отметки в тысячу долларов и всего за три дня эта сумма выросла до 11 тысяч долларов. Напомним, что ранее подобный поступок совершила также и белорусская фристайлистка Александра Романовская. За свою золотую медаль, полученную на зимней универсиаде 2019 в Красноярске, спортсменке удалось собрать 15 тысяч долларов. Вся эта сумма ушла на поддержание белорусских спортсменов, пострадавших от режима. И это всё на сегодня. До встречи завтра и Жыве Беларусь!